Фейки Роспропаганды об ударе под детской больницей в Киеве. Химическая лаборатория в Авдеевке. Смерть очередного российского генерала. Срок за спектакль и форум инноваций в России, который снова только насмешил. Всем привет, меня зовут Ева Николашвили, а это программа в тренде. Здесь мы рассказываем о самых актуальных новостях из соцсетей, развенчиваем фейки российской пропаганды, а также смеемся, чтобы продлить себе жизнь. Начинаем. Свой сегодняшний выпуск я просто не могу не начать с последствий российского удара под детской больницей Ахмадет и других гражданских объектах, в частности, жилого дома. Количество жертв продолжает расти, спасатели разбирают завалы и, к сожалению, находят тела. Так, во время ночных разборов в Шевченковском районе спасатели обнаружили тело мальчика. Утром еще одно тело погибшего человека, а после и тела трех женщин. По состоянию на утро было известно о 29 погибших в Киеве. Еще 117 человек пострадало, в том числе 10 детей. Но эти данные, к сожалению, могут быть не окончательны. Украинцы сразу сплотились и несли в детскую больницу медикаменты, воду и другие необходимые вещи. Также было открыто много сборов. Но я остановлюсь на одном. Монобанк вместе с Юнайте-24 вечером понедельника открыли сбор на восстановление Ахмадета. Цель была 100 миллионов гривен. Невероятная сумма, казалось бы. Но люди и бизнес закрыли их, внимание, за три часа. И банку решили не закрывать. И заявили о цели сначала в 200 миллионов, а после и 250 миллионов гривен. Утром банка даже не выдержала наплыва. Спасибо, украинцы. Спасибо, украинский бизнес. Спасибо всем неравнодушным. Пока украинцы помогали кто чем может, россияне начали перекладывать вину. Якобы ракета, которая прилетела в Ахмадет. Это зенитная ракета от ПВО на Самс. Отрабатывают они фейк, крайне неуклюже. Но люди верят, поэтому мы раз и навсегда развеем их ложь. Аргументов, почему это не ракета от Носамса, очень много. Но мы остановимся на нескольких из них. Начнем с очевидного. Правоохранители нашли на месте атаки именно обломки от российской Х-101. Но мне почему-то кажется, что и здесь россияне найдут, как развернуться своей пропаганде. Поэтому давайте дальше. Масса боевой части у ракеты ПВО 50 фунтов. Это чуть более 20 килограмм. Те разрушения, которые понес Ахмадет, не могли быть спровоцированы боевой частью в 20 килограмм. Тогда как ракеты серии Х-101 555 со своим полутонным зарядом могли и натворили беду, которую видел уже весь мир. Дальше. Россияне для своего фейка используют стоп-кадр плохого качества, которое отдаленно, возможно, и может напоминать ракету от Носамса. Но российская пропаганда просчиталась. Есть оригинальное видео и достаточно неплохого качества, чтобы увеличить контур ракеты и рассмотреть все ее детали, такие тройное хвостовое оперение, овальный носовой обтекатель, который россияне на своем стоп-кадре заострили и даже слегка осветлили, и стабилизационное крыло. Но особенно выделяется малогабаритный короткоресурсный двухконтурный турбореактивный двигатель Р-95 300 в хвостовой части ракеты, являющийся отличительной чертой ракет ХА-101 555. Казалось бы, все очевидно, но даже российская власть решила поддержать ложь российских пропагандистов. Отдуваться за всех взялся Песков. Он заявил, что во время так называемой спецоперации Россия не наносит удары по гражданским объектам, а на детскую больницу якобы упала антиракета и призвал руководствоваться заявлениями российской минагрессии. Не перестаю удивляться, насколько же циничные клоуны наши враги. Самое лицемерное, что в этот день в России отмечали День семьи, любви и верности. А Путин, в свою очередь, пока разбирали завалы детской больницы, жилого дома, других медцентров. Развлекался, как ни в чем не бывало. Выступил на закрытии выставки России. Его там благодарили за непобедимый русский дух. А сам Бункерный заявил, что им есть чем гордиться. Нам есть, что показать, есть чем гордиться. Но это не все. Важно еще красиво и талантливо это преподнести. Конечно, вам есть чем гордиться. Гордитесь, что вы нация террористов и убийц. Также к Путину в понедельник приехал и премьер Индии Нарендра Моди. Ничего удивительного, Индия стала крупным рынком сбыта российской нефти с начала полномасштабного вторжения. Бункерный развлекал Моди как мог. И на конные представления посмотрели, и на машине покатал. А затем устроил неформальную встречу в резиденции Новоогарева. После встречи Моди поблагодарил Путина за то, что принял его в Новоогарева. И заявил, что с нетерпением ждет переговоров во вторник, которые, по его словам, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией. Здесь как нельзя кстати подходит фраза. «Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты». Индия выбрала путь терроризма и поддержки убийства детей. От циничного удара под детской больницей Z-блогеры отвлекали не только фейками о ракете ПВО, а и другими бреднями. Так, на одном из телеграм-каналов вновь заявили о лабораториях в Украине. В этот раз не о био, а о химических лабораториях. А размещена она была якобы под Авдеевкой. И вот оккупанты, когда оккупировали город, решили ее поискать. И, о чудо, нашли. Пишут, что там якобы производились простые химические вещества, но ядовитые и боевые. Ну, а в ИСУ якобы их применяли на фронте. Мне кажется, что единственный, кто применял тут вещества, это автор канала. И принимал их внутривенно или перорально. Тем временем в РФ умер еще один генерал. В этот раз отправился к Кобзону глава управления государственной экспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев. Самоликвидировался он не на фронте. Пишут, что смерть была скоропостижной, но информацию держали в секрете. Можно было бы сказать, умер, да и смерть ему стекловатой. Но тут есть интересный нюанс. Хандаев был в прямом подчинении замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Того самого, которого задержали в апреле по обвинению в коррупции в особо крупных масштабах. Пишут, что генерал Хандаев отвечал за работы, связанные с расквартированием Каспийской флотилии РФ. А также курировал вопросы строительства объектов социнфраструктуры. Хандаев в целом был одной из влиятельных фигур в сфере строительства объектов Минобороны по всей стране. И тут возникает вопрос. При каких обстоятельствах умер 61-летний военный? Точно своей смертью? Как думаете? Или же убрали? Пишите свои мысли в комментариях. Ставьте лайк под видео. И обязательно подписывайтесь на канал. У нас интересно. Убирают в России не только при помощи убийств, но и при помощи сроков. Этого за два с половиной года полномасштабной войны мы насмотрелись с лихвой. Но вот новый случай. На болотах впервые посадили за спектакль. В тюрьму отправили Евгению Беркович и Светлану Петричук. Их приговорили к шести годам лишения свободы за спектакль «Финист. Ясный сокол» о девушках, влюбившихся по переписке в участников ИГИЛ и уехавших к ним в Сирию. К слову, режиссер и драматург провели в СИЗО до решения суда больше года. В чем же обвинили создательниц спектакля? Все просто. Прокуроры увидели там оправдание терроризма и одновременно радикальный феминизм. Беркович и Петричук пытались доказать, что пьеса, наоборот, предупреждает женщин об опасности быть завербованными. Но разве их кто-то слушал? Вообще на осужденных написали доносы. Один из доносчиков, который так и своего личика и не показал, возмутился, как он объяснил на суде, цитата, что террористки показаны жертвами, а виновными назначены российское государство и общество. Потому что именно они подтолкнули девушек, это следует из их собственных историй вступить в ИГИЛ. Конец цитаты. На болотах недовольны, что Запад перестал бояться угроз удара ядерного оружия. Пожаловался на это замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Он, как ни в чем не бывало, заявил, что ядерное сдерживание якобы работает не в полной мере. Давайте будем откровенны. Прежде всего, мы должны быть честными перед самими собой. Ситуация вокруг СВО показала, что ядерное сдерживание в его прежнем классическом понимании работает не в полной мере. Рябков действительно не понимает, что все просто устали от пустых угроз. Да и прошло время бояться, особенно с учетом удара, например, по детской больнице. К чему вообще этот плач Ярославны, как думаете? Пишите в комментариях свои версии. Ну а напоследок о великой технологичной России. На болотах открыли очередной форум инноваций, так сказать. Проходит он в Екатеринбурге и называется «Инопром-2024». Там должны были показать технологии будущего, но где будущее и где Россия. Поэтому на форум притащили внимание. Вагон в цветах российского флага. Робота, который только и умеет что размахивать триколором. Также есть робот-пес, который танцует под гармонь. Похожих уже в РФ представляли, и оказалось, что такого робопса можно купить на Алиэкспрессе. Изюминка, как по мне, всего этого действия – это иконы с драгоценными камнями. Очень инновационно. Предлагаю насладиться вам этим сумасшествием. Редактор субтитров А.Семкин